Северодвинска Здравствуйте! Сотни свечей в памяти о миллионах погибших на фронте. Горожане присоединились ко всероссийской акции «Свеча памяти». Вы смотрите «Вестник Северодвинска. Итоги недели» в студии Мария Нищук. Начнем с событий сегодняшнего дня. Несмотря на холод и ветер, в 4 часа утра к вечному огню пришло более сотни человек. Ранним утром свечей в памяти зажгла и наша съемочная группа. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра. День объявления войны. Как и 71 год назад, ранним утром о нападении фашистской Германии на Советский Союз сообщил ставший теперь уже знаменитым голос Левитана. Сегодня Северодвинска присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Сегодня день нападения фашистской Германии на СССР. 22 июня. В 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские войска напали на нашу страну. В 4 часа утра на площадь к вечному огню пришли и сами ветераны. Сергей Табанин, будучи студентом техникума связи, о начале войны узнал из радиоприемника. Одни начинали лить слезы, другие были растерянны, а большинство думали, что война сегодня началась, а завтра кончится. Но война закончилась только через 4 года. За это время из нашего города на фронт ушло 14 тысяч человек. Больше трети из них не вернулись. Еще сотни погибли в госпиталях Молотовска и теперь захоронены в братских могилах на Яграх. Вы, главное, не волнуйтесь, мама. Не падайте духом. Скоро я вернусь, и вы забудете о тех бессонных длинных вечерах, о тяжести в груди. Эти строки из писем бойцов Великой Отечественной. Все они были когда-то отправлены с фронта. Сегодня их процитировали ребята из молодежного центра. Всего на площади у Вечного огня собралось больше сотни человек. Зажглось и столько же свечей памяти. У меня отец, ветеран Великой Отечественной войны. В 1942 году здесь, из нашего города, он был призван на Ленинградский фронт и прошел всю войну до Берлина. Конечно, для меня этот день очень памяти. Акция, посвященная Дню памяти и скорби, прошла в Северодвинске в четвертый раз. И с каждым годом она зажигает все больше свечей. Как символ памяти 27 миллионов погибших соотечественников. Анна Бибикова, Анастасия Рябченкова, телерадиокомпания «Северодвинск». Врезался в дерево, снес забор и леерное ограждение. Такую злую шутку сыграл с водителем «Лады Приоры» алкоголь. Очередная пьяная авария случилась сегодня утром. Эта неделя для северодвинских водителей вообще была сложной. Алкоголь оказался виновником многочисленных ДТП. За пять рабочих дней в городе полиции уже задержано 33 пьяных водителя. Обзор дорожных происшествий за день в следующем материале. Сегодня ночью алкоголь доставил этому водителю сразу две неприятности. На «Ладе Приоры» ему удалось врезаться сразу и в дерево, и в забор. На яграх мужчина не справился с управлением. Итог аварии – ушибы мягких тканей лица у водителя и его пассажирки. Машинка вот шла оттуда и попала сюда. Сделала три забора и вот она здесь сидит. Полиция не перестает удивляться северодвинским автолюбителям. В очередной раз пострадавший в аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. За эту неделю всего было задержано 33 пьяных водителя. Три дорожно-транспортных происшествия произошло по вине алкоголя. Забор пострадал и в этой аварии, только уже на трассе Северодвинск-Архангельск. Водитель пересекал мост и не справился с управлением. Из-за ДТП на Архангельском шоссе образовалась большая пробка. К счастью, авария обошлась без жертв. Наталья Аскерка, Анастасия Рябченкова, телерадиокомпания «Северодвинск». Привычные булочные скоро войдут в историю. На их месте в Северодвинске появятся обычные продуктовые магазины. Хлебокомбинат начал отказываться от своих торговых точек. Пять магазинов сдано в аренду. Вывеска булочная осталась. И хлеб от нашего хлебозавода есть. Но помещение северодвинский производитель накануне сдал в аренду. Как нам стало известно, фирменные хлебные магазины стали нерентабельными. Всего в долгосрочную аренду крупной продуктовой сети хлебозавод отдал пять магазинов. Трудоустроено в них было 80 человек. Как официально заявили в администрации города, 60 из них стали работниками сети арендатора. Но заведующая этим магазином о таком и не слышала. Вы работали в хлебокомбинате раньше или нет? Нет. А вот в вашем коллективе кто-нибудь работает сейчас из бывшего состава? Нет, к сожалению, нет. То есть они все вольны, те работники получают? Нет, они перешли в свою организацию. То есть наша организация разная. В аренду сдали помещение данное. То есть мы его переделали. Ну, то есть, пока я в курсе, никуда сотрудники их не делись. Вообще на хлебозаводе не все в порядке уже последние три года. По итогам 2011-го предприятие получило убыток больше миллиона рублей. Совет директоров объявил выговор руководителю завода Валерию Мостовичу. Судя по закрытию пяти магазинов, ситуация пока не изменилась. Связано ли закрытие торговых точек с проблемами на хлебокомбинате? И что будет со старейшим городским предприятием? Подробный материал об этом смотрите в понедельник. А на этой неделе власти вновь предприняли попытку спасти ПТП. На этот раз для борьбы с нелегальными перевозчиками правительство области специально создало рабочую группу. Правда, борьба с долгами по заработной плате водителей и кондукторов ПТП в ее обязанности не входит. Между тем, напряжение в коллективе нарастает. Ситуацию на Северодвинском ПТП и администрации сами работники называют стабильно тяжелой. Дмитрий Ткаченко за свои 10 лет работы на предприятии с такими обстоятельствами уже сталкивался. Три года назад. Так что задержку зарплаты длиной в несколько месяцев воспринимает спокойно. Его сейчас волнует другая проблема. Положение очень тяжелое. Положение осложняется и государство нам помогает осложнить положение. Сейчас отменили закон о борьбе с нелегальными перевозчиками. То есть нет наказания никакого. Нет законодательства, которое бы упорядочило всю работу. Решение этого вопроса теперь ляжет на плечи рабочей группы областного правительства. Ее создали по инициативе мэра города Михаила Гмырина. Возглавили рабочую группу депутат Станислав Второй, начальник управления инспекции безопасности Алексей Максимов и начальник управления автодорожного надзора Илья Пинаевский. Вместе с областными депутатами они возьмут под контроль безопасность на транспорте. Возможно, даже предложат изменения федеральное законодательство. Первое собрание рабочей группы уже состоялось. На рабочей группе были рассмотрены вопросы, связанные с причинением привлечения к ответственности тех пассажиров, которые едут без билета, а также соблюдение порядка непосредственно в автобусах и на маршрутах с привлечением полиции. Между тем, решение проблемы долгов по зарплате в первоочередные задачи группы пока не входят. Сами работники ПТП говорить о нововведении на камеру не решаются, боятся возможного давления. Общаться с кондукторами нам пришлось по телефону. Голос работника изменен. Вот еще только выплатили за апрель. И сказали, что до конца июня будут аванс и какие-то там 40%. Но это же невыносимо. Настроение никакое. Все ходят, все шуфукаются, что вот что будет, когда будет. Кто-то сказал, что у нас будет какой-то митинг. Я за митинг. По словам транспортников, сейчас на предприятии работают аудиторская и ревизионная комиссии. Вместе они будут искать выходы из тяжелого кризиса. Наталья Аскерка, Анастасия Рябченкова, телерадиокомпания «Северодвинск». Глобальная навигационная спутниковая система придет на помощь каретам скорой помощи. 27 автомобилей с «Северодвинской» ждет космическое переоснащение. Зачем медикам нужна тотальная слежка, знает Анна Бибикова. На вызов седьмая. Курклива, Сиротина, Овчинников. Вызов уличный. На этот диспетчерский пульт станции скорой медицинской помощи в сутки поступает несколько сотен вызовов. Обслуживает их всего три диспетчера. В считанные минуты связываются с ближайшей к месту вызова бригадой и отправляют ее по адресу. Мы сейчас связываемся с бригадами, узнаем, где они. Они могут говорить, что они у дома на самом деле, а не у соседнего дома. То есть это какие-то могут нюансы в работе быть. В скором времени на этих диспетчерских мониторах будет отображаться точное место расположения всех карет скорой помощи. Северодвинская станция готовится к работе в онлайн-режиме. За передвижениями бригад будет следить система ГЛОНАСС. Деньги уже выделены на область. Это 13 миллионов рублей для 260 автомобилей. В Северодвинске глобальной навигационной спутниковой системой оборудуют 27 автомобилей. Предполагается, что это приведет к повышению качества услуг, контроль использования как транспорта, так и контроль отклонения бригад от вызова от маршрута. Ну и определение точного местоположения машины скорой помощи непосредственно в момент оказания помощи и отображения в режиме онлайн на экране для диспетчерской службы. Кроме глобальной слежки в автомобилях появится и тревожная кнопка. Случаи хулиганства здесь могут вспомнить многие врачи. Например, несколько лет назад пациент, в прошлом боксер, откусил своему врачу ухо. Лично у меня мимо лица утюг пролетел. Да, такое было. Подбираем на улице больного, скажем так, пьяного. Он всегда приходит в машине, начинает буянить, стекла выбивать, носилки расколачивать. Кроме того, в машинах установят датчики на топливо в целях экономии и предотвращения хищения бензина. Первая оборудованная глобальной навигационной спутниковой системой карета скорой помощи появится в городе в конце этого, в начале следующего года. Анна Бибикова, Дмитрий Сватковский, телерадиокомпания «Северодвинск». Северодвинск перенимает европейские порядки. Управляющие компании начнут утилизировать энергосберегающие лампы. Правда, жителям города придется за это заплатить. Услугу включат в тариф с 1 июля. Также увеличатся расходы на газ, электроэнергию и холодную воду. Жители острова Ягры будут платить за холодную воду больше, чем остальная часть города. С 1 июля тарифы вырастут на 6%, а потом в сентябре еще на 6%. Это связано с затратами звездочки на перевозку воды. На этой неделе администрация Северодвинска сообщила и о других повышениях, которые касаются уже всего города. Газоснабжение подорожает на 15%, а вот расходы на горячую воду пока не изменятся. Горячая вода, она у нас, к сожалению, не так снизилась, она на 0,02% всего лишь. По сути дела, можно говорить, что она осталась на уровне 11-го года. Весь 12-й год этот тариф будет действовать. Электроснабжение подорожает на 6%. Дело в том, что Северодвинсам придется доплачивать за утилизацию ртути содержащих ламп, даже если вы до сих пор предпочитаете лампы накаливания. По звонку жильцов управляющая компания приедет и заберет энергосберегающие приборы. Эта европейская процедура придет в Северодвинск впервые. Будут дополнительные аншлаги, то есть объявления, и на сайте это будет размещено, когда, где, 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 где график сбора этих ламп будет опубликован. Вся эта процедура будет реализована. Вы на даче, а ваши пожитки перевозят из одного полуразвалившегося дома в другой. Судебные приставы на этой неделе оказали услугу бесплатного переезда северодвинским пенсионерам. Семья из двух человек отказалась добровольно выехать из маневренного фонда, где прожила 10 лет. Куда и почему не захотели переезжать люди, выяснял Николай Цып. Бесплатный переезд от службы судебных приставов. Обращайтесь. Даже хозяевам присутствовать не обязательно. Люди в форме все аккуратно соберут, упакуют и отвезут. Наверное, так бы звучала реклама таких услуг. Но действуют приставы только на основании решения суда. В данном случае выиграла городская администрация. Здесь больше 10 лет жила семья, правда, без прописки. Сюда их переселили на время капремонта. Их комнаты в доме на индустриальной 43. Переезжать обратно не захотели, привыкли. С 2001 года, насколько я знаю. У нас, знаете, как ремонты домов-то идут. Но производство находится с января месяц на исполнении. То есть уже прошло полгода, как мы с ними бьемся. Мы пытались как-то решить вопрос в добровольном порядке. Но в последнее время они нам вообще двери не открывали. Говорили, идите отсюда. Мы отсюда не съедем. Мы туда ехать не хотим. Соседи у нас поселились давно уже. Их 15 лет назад переселили. Вот в поле здесь. Оттуда? Оттуда, да. Из той квартиры. И тут не прописали. И там, и там, и там, 15 лет. 15 лет уже они, даже больше. В этом доме, говорят соседи, проваливается пол и постоянный запах из подвала. Не самые лучшие условия. Но зато есть две комнаты. Именно поэтому семья отказалась переезжать обратно. В старом доме у них одна комната. Да и здание не в лучшем состоянии. Здесь вспомнили бывших соседей. Они хотели всю квартиру занять этот Николай. Отремонтировали они комнату, там, кухню. Чего там делали, не знаю. Я уже сколько лет не хожу. И, в общем, потом выявляется, что эту квартиру кто-то купил. И мне не дали этой второй комнаты. Почему комнату ремонтировали больше 10 лет, никто не объяснил. Видимо, пострадавшей семье стоило за это время разобраться со своими жилищными условиями. Впрочем, сегодня уже поздно. Сейчас новоселы на даче. Ключи от старой новой квартиры им придется забирать у судебных приставов. А у исполнителей в планах еще 20 таких недобровольных выселений. Николай Цып, Анастасия Рябченкова, телерадиокомпания «Северодвинск». Солнце с дождем, как смех сквозь слезы. Такая взбалмошная погода должна закончиться в воскресенье. В последний выходной день дождевые тучи выдохнутся и немного потеплеет. Мять остропрогнозы на ближайшие дни изучала Ольга Матвеева. Ей слово сразу после коротких анонсов. Во второй части программы. Убийство 11-летней давности раскрыто. Мужчину, который замуровал тело человека в ресторане «Чайка», нашли в Москве. Пьяный за руль и на воду. Инспекция по маломерным судам вышла в рейд вместе с нашей съемочной группой. Испанские барабанщики, французские клоуны и живые статуи. В Архангельске идет фестиваль уличных театров. Воскресенье будет сухо и немного потеплеет. О прогнозах на выходные расскажу вам я, Ольга Матвеева. В любую погоду нас поддерживает компания «Венос». 23 июня, по данным Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ночью ожидается от 4 до 7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 12-15 тепла. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм ртутного столба. Тип погоды второй – благоприятный. Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем. В субботу полная вода ожидается утром в 8.20 и вечером в 20.40. Малая вода в половине второго ночи и в 13.45. В воскресенье и понедельник временные показатели будут больше в среднем на 40 минут. Точные цифры на ваших экранах. 24 июня нас ждет Вархоломеевский день. Нечистая сила наполняет ядом травы и выходит пугать людей. Это еще не августовская Вархоломеевская ночь, но мистики не избежать. Так что их советам звезд лучше прислушаться. Астрологи предсказывают очень благоприятный день, комфортный эмоциональный фон. Головокружительных успехов день не обещает, но для хорошего настроения их и не потребуется. Можно хорошо провести время с друзьями и завязать интересные знакомства. Не стоит покупать слишком экстравагантную одежду, быстро разонравится. А вот выбрать товары для дома вам поможет торговая сеть Венос. Ведь за городом всегда дешевле. Дом без краски. Все равно, что дитя без ласки. Покрасить, побелить и лаком покрыть. А все нужные лакокраски можно найти в торговой сети Венос. Венос. Все нужные лакокраски. И будешь как в сказке. Северодвинск. Проезд за озерные 4. Завтра снова. Если и гулять, то подождем. А вот в воскресенье по прогнозу никаких осадков. И потеплее до 17 градусов. Всем приятных выходных и до свидания. Вы смотрите Вестник Северодвинска. И мы продолжаем программу. Убийство 11-летней давности раскрыли на этой неделе сотрудники правоохранительных органов. Мужчину, который совершил громкое преступление, искали 8 лет. Все эти годы находился в федеральном розыске. Он убил и замуровал своего коллегу в стене ресторана «Чайка». На днях преступника привезут в Северодвинск. Мужчине грозит 15 лет тюремного заключения. Аккуратно. Здесь голова, наверное. Труп, замурованный в стене бара «Чайка», сегодня обнаружили работники уголовного розыска. Тело мужчины пролежало там 3 года. Опознать человека практически невозможно. Это кадры 8-летней давности. Труп мужчины, замурованный в стене ресторана «Чайка», нашли сотрудники уголовного розыска. Убийцу, который находился в федеральном розыске, нашли в Москве на днях. Сейчас его везут в Северодвинск для того, чтобы судить по закону за убийство. Он похитил углошлифовальную машинку. У работников, так сказать, у своих коллег. И один из работников, разозлившись за это, его убил. И затем спрятали в стене и замуровали его там. В 2001 году убитый ремонтировал бар «Чайка». У своей же бригады он украл электроинструменты. Строители решили обидчика наказать. Руки и ноги они связали ему проволокой. На голову надели мешок. Нетрезвый строитель ударил Сергея Ерохина топором по голове. Труп засыпали цементом и оставили в нише бара. Тогда экспертиза показала, в 2001 году причиной смерти Сергея Ерохина стала черепно-мозговая травма. Сейчас совмений в том, что убийцы 51-летний мужчина нет. Именно он 8 лет назад ударился в бега. В 2004 году после трех лет следствия его подельники сами рассказали, что произошло. На днях его доставят в Северодвинск. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Оторвать руки предлагают горе-мастерам, жители квартала. Там на днях закончился ремонт асфальтового покрытия пешеходного мостика на улице Лебедева. Дорожку отремонтировали, а вот подход к мостику так и не сделали. Перед ним по-прежнему образуется огромная лужа. Люди огорчаются, ведь кто-то уже отчитался за проделанную работу и даже получил зарплату. Такое сообщение нам прислали телезрители на наш новый номер телефона 8 921 292 54 45. Пишите и вы, мы читаем каждое ваше послание. В состоянии алкогольного опьянения в море выезжают чаще, чем на дорогу. Инспекторы безопасности движения на воде вышли в рейд. В том, что на водном пространстве правила не проще, чем на дороге, убедилась и наша съемочная группа. Репортаж Наталья Аскерка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня жилет. А вот это разве не жилет? А жилет спасательный. Работников инспекции по маломерным судам таким жилетом из туристического коврика не убедишь. Особенно, если он вообще не надет. Именно так владельцы судна попали под контроль инспекторов. Говорят, сняли средства безопасности лишь на время. Да, двигатель сломался. Мы два часа здесь стоим. С берегу вот, воткнулись, якорь уже. И только завелись. Я уже рукой махнул, хотел попроситься, чтобы до дома дотащить. Историю Владимира Барачкова работники ГИМС поверили, так что на этот раз ограничились устным предупреждением. А этот рыбак сразу привлек внимание инспекторов отсутствием жилета и высокой скоростью. Проверка показала еще и отсутствие бортовых номеров, регистрации двигателя и трезвого состояния. Возмущаться стали вместе с другом. Виноваты мы, крестьяне, во всем. Вот у нас протокол опять снимают, да, составляют. Кто виноват? Мы виноваты во всем. Унять недовольного северодвинца удалось лишь протоколом. За несоблюдение правил движения ему придется выплатить штраф. Намного опаснее возмущенных рыбаков такие молодые люди. Принять меры инспекторы могут только в отношении движущегося судна. А в этом случае лишь предупредить об опасности нетезвого состояния на воде. Впрочем, таких с каждой проверкой инспекции становится меньше. Нарушителей не так много, так скажем, потому что все-таки профилактика у нас идет. И люди уже ознакомлены с правилами плавания, со всеми. И поэтому нарушений не очень много. В основном спасательные жилеты, ненадетые спасательные жилеты, которые находятся у судоведельника, как правило, рядом. По погонным условиям, соответственно, люди не одевают их. Месяц назад определение маломерное судно изменилось благодаря новому федеральному закону. Теперь к этому классу причисляются все средства длиной до 20 метров и наполнением до 12 человек. А значит, наличие документов на них обязательно, напоминают инспекторы ГИМС. Патрулирование водного пространства Северодвинска продолжится до окончания навигации. Так что у всех судовладельцев еще есть время приобрести спасательные жилеты. Наталья Аскерко, Анастасия Рябченкова, телерадиокомпания «Северодвинск». Улица Архангельска наводнили клоуны, танцоры и барабанщики. В столицу Поморья они приехали из Франции, Испании, Бразилии и даже США. Традиционный фестиваль уличных театров собрал рекордное количество участников – 31 коллектив. В городе организовано 15 площадок. Культурное сумасшествие будет продолжаться в Архангельске до воскресенья. В 18-й раз в Архангельске стартовал международный фестиваль уличных театров. Карнавальное шествие двинулось от площади Мира по набережной Северной Двины до театра драмы. На такое буйство красок и иногда сумасшедших артистов пришли посмотреть сотни архангелгородцев и жителей области. Действительно, заряд позитива от такого шествия получаешь моментально. Мы играем на барабанах перкуссия. Мы поем, танцуем и даем много энергии для всех здесь в России. Ну, вообще, очень все нравится, конечно, безусловно, но барабанщики – это просто супер, конечно, впечатляет. Почему приехали к нам на фестиваль? Как вас зовут? Некоторые артисты настолько вжились в роль, что живых людей из Питерского театра Нон-Стоп не отличить от средневековых скульптур. Особенно организаторы оберегали зрителей здесь. От трехметрового столба огня чувствовался жар на расстоянии. Но, конечно, самое мощное и энергичное действие показали барабанщики из Барселоны. Громкий звук и абсолютно синхронные движения. Этих ярких испанцев можно увидеть на улицах Архангельска до пятницы. Но на этом праздник не закончится. Это карнавальное шествие в честь открытия 18-го фестиваля международных уличных театров. Целую неделю в Архангельске будет праздноваться это мероприятие на разных площадках города. Коллективы из восьми стран будут радовать гостей и жителей города. Ну, а кульминация праздника состоится 24 июня. Тогда Архангельске отметит День города. Двигай, не двигайся. Это кадры прошлогоднего закрытия международного фестиваля уличных театров. Французские барабанщики воспарили над Архангельском. На этот раз финал также будет в воздухе. Только на высоте 3-4 метров над городом проплывут шестиэтажные надувные фигуры, наполненные гелием. Николай Цып, Анастасия Рябченкова, Архангельск, телерадиокомпания, Северодвинск. Это были самые интересные горячие новости недели. Увидимся в понедельник. Мы узнаем обо всем первыми и расскажем вам в привычное время. Напоминаем, у нас новый номер телефона для СМС. 8-921-292-54-45. Также не забывайте, песник Северодвинска представляет новость часа. На радиостанциях Ретро-ФМ, Лаврадио, Шансон, Русское и Дорожное. Слушайте нас в конце каждого часа. Удачных выходных и до встречи. 23 июня в Северодвинске ожидается ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление будет расти и состоит 765 миллиметров ртутного столба. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 4, плюс 7, днем 12-15 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин